Жители пятиэтажки на улице Гагарина приход весны уже давно не радует. Крыша, которую капитально отремонтировали зимой 2014 года, с приходом тепла сразу дала трещину. Валерий Кривошеев тогда был старшим по дому. Люди-то как раз делали ремонт у себя дома. И вдруг, вот можете себе представить, потолок с водой. От подрядчика были люди, собственно говоря, эти кровельщики. Ну, они так, в общем-то, приходили, какие-то делали работы, заделывали какие-то дырочки там. Ну, потом вот новая весна, и опять та же проблема. Худая крыша над головой и у жителей дома на энтузиастов. Здесь капремонт закончили прошлым летом. Верхние этажи пятые, да, не жаловались. Балконы были сырые, мокрые, и по стенам текло, и в досточке, в общем-то, не доходила до них желобов вода. А поэтому стекало именно на дом. В старинном особняке на улице Куйбышева с крышей все в порядке. Здесь капремонт слишком затянулся. Закончить работу подрядчик должен был еще в октябре прошлого года. Но в сентябре они прекратились, рассказывают жители. Качество капитального ремонта домов проверяют эксперты из Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Все замечания берут на карандаш. Программа капремонта в Самаре реализуется уже три года. За это время здесь, отмечают эксперты, научились слушать жителей, но не всегда слышать. Там, где сегодня обнаружили нарушения заказчик работ – фонд капитального ремонта. Эксперты обещают следить за тем, чтобы недоработки устраняли за счет качества, а не количества. Фонд капитального ремонта со своей стороны определенные показатели своей работы хочет улучшить за счет того, что сократить количество домов, которые будут ремонтироваться в 2016 году. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное для того, чтобы эти показатели не улучшались за счет уменьшения каких-то объемов, а улучшались за счет организационных вопросов, за счет качества работ. Если устраняться, но они бесспорно устранятся на кровле замечания по капитальному ремонту, то ущерб, который нанесен в квартире уже, он-то будет восполняться за чей счет? Кто и как будет разбираться с ущербом, нанесенным самому жителю? Конкретные предложения у нас есть, законодательные механизмы есть. По результатам проверки федеральные и региональные эксперты подготовят рекомендации, которые помогут повысить качество капремонта в Самаре. Одна из важнейших задач – разработать подход к выбору подрядчика. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.